ДИСКЛЕЙМЕР Годовалый Савелий родился на два месяца раньше положенного срока. Он весил всего полтора килограмма. Для родителей малыша эта новость стала шоком. Четвертый ребенок, причем долгожданный мальчик, и такое испытание. Сейчас он практически догнал своих сверстников в развитии. Этот год был, конечно, такой очень тяжелый для нас. Очень. Сначала мы лежали в ДРКБ, в отделении ОПН, отделении патологии недоношенных детей. Там врачи, я думала, недоношенные дети, это как хрустальные дети. Врачи, просто даже не могу это описать, во-первых, поддержка от врачей. Не только то, что они врачи лечат моего ребенка, они еще и могут словом поддержать, могут успокоить. Потому что мамочки недоношенных детей все находятся в таком стрессовом состоянии, что нужен психолог. Как говорят врачи, в России раньше срока рождается около 100 тысяч детей в год. Такие малыши появляются на свет с различными патологиями. Возможны проблемы с дыханием, пищеварением, зачастую они отстают в развитии. Наша задача рассказать будущим родителям о том, что такое недоношенность, что это не является вариантом здоровья, что недоношенный ребенок – это нездоровый ребенок. И чтобы они приложили максимум усилий для того, чтобы беременность длилась у мамочки около 39-40 недель. Потому что здоровый ребенок – это доношенный ребенок. Врачи в этот день выполняли роль волонтеров. Детям раздавали воздушные шары, а их родителям информационные буклеты. Мамы с интересом реагировали на происходящее. У каждой из них свое мнение о том, почему дети рождаются раньше положенного срока. Это, наверное, прежде всего и экология, и стрессы, и какое-то неправильное питание, и бешеный ритм жизни сейчас у большинства мамочек, особенно если это работа и еще один ребенок. Поэтому нужно стараться все-таки себя беречь, заботиться о себе, побольше отдыхать. Зависит от образа жизни мамы, ну и от окружения. Как, кто ее окружает, как создается, ну, сама беременность как протекает, и как помогают ей близкие, не только муж, но и родные, там, наверное, мамы, папы, бабушки, дедушки, неважно. Самое главное – держать себя в руках, не опускать руки. То есть недоношенный ребенок – это ничего страшного в этом нету. Да, тяжело, да, нам нужно учиться всему, да, как говорится, сидеть, говорить, ходить. Это учить нужно их недоношенных. Но этому можно научиться. Самое главное – мамочкам верить в то, что у них обычный, нормальный ребенок потом будет. Екатерина Салейкина, Эльвира Шарафиева, Эдуард Гемодиев, Альфред Камилевский. Эфир 24. Это надо видеть. Игра престолов. 15 ноября. Весь день. На телеканале Эфир.